В этом году городская Центральная библиотека пополнила свои фонды новой литературой в количестве 700 экземпляров по разным отраслям знаний для детей и взрослых, на средства, выделенные из областного бюджета. А новые книги в библиотеке – это всегда маленький праздник, которым хочется поделиться со своими читателями. У каждого человека любого возраста есть свой любимый книжный остров, свои литературные вкусы, интересы, темы. Окунуться в книжный мир новых книг предлагает рубрика «Приглашаем к чтению». Представленная литература доставит россыпь радостных минут, приумножит полезные знания, необходимые в жизни, разгадает немало загадок и подарит отличное настроение, говорят работники библиотеки. И начать мне хочется с юридической грамотности. Юридическая грамотность в нашей стране находится на крайне низком уровне. Если человек не знает о своих правах, можно с уверенностью говорить, что у него их нет. В случае необходимости он не сможет применить свое право просто потому, что не знает о его существовании. Основная часть населения России не задумывается о своих правах, свободах, не знает, как себя вести в той или иной ситуации, в каких документах прописаны их обязанности и какое вообще значение имеют законы. В читальном зале городской центральной библиотеки большое поступление наиболее популярных федеральных законов и кодексов Российской Федерации, таких как административный, семейный, налоговый, уголовный, арбитражный, земельный и другие. Все они вышли с поправками и дополнениями на 2022 год. И еще в этой же серии вышли новые правила дорожного движения. В издании отражены официальные документы с изменениями, вступившими в силу в этом году. Кроме того, в данной книге вы можете найти полный перечень дорожных знаков, а также таблицу штрафов с самой актуальной информацией. В читальный зал городской библиотеки продолжает поступать православная энциклопедия. В этом году она стала больше на 12 томов. Православная энциклопедия – это специализированная энциклопедия, издаваемая Церковно-научным центром Русской Православной Церкви. Энциклопедия начала издаваться с 2000 года под общей редакцией патриарха Алексия II. К изданию первоначально планировалось 25 томов. Один из них не алфавитный, посвященный истории Русской Церкви. А проект ожидалось завершить в 2012 году. В 2004 году было объявлено, что количество томов будет возрастать. После смерти патриарха Алексия II энциклопедия выходит под общей редакцией нового патриарха Московского и всеаруси Кирилла. Всего запланировано 75 томов. В марте этого года выпущено уже 65 томов. Тома православной энциклопедии стали традиционным подарком президента России Папе Римскому при посещении Ватикана. В зале литературного краеведения тоже новые поступления. И мне хочется предложить вашему вниманию книгу, которая называется «Здравствуйте, это Зимин. Скучали по мне?» Это книга нашего земляка, заслуженного работника культуры, одного из самых известных авторитетных журналистов Антонова Игоря Павловича. Автор лично передал экземпляр книги в дар городской центральной библиотеки. Издание посвящено памяти замечательного человека Зимина Дмитрия Ивановича, который за свою недолгую жизнь сделал очень много для пропаганды истории Ивановского края, воспитания молодежи в духе патриотизма. Дмитрий Иванович написал и издал более двух десятков книг. А как благотворитель подарил библиотекам Ивановской области около 20 тысяч своих изданий и книг других авторов. В книге автор знакомит своих читателей с людьми, которые лично были знакомы с Дмитрием Ивановичем и многое смогли рассказать о нем. Дмитрий Иванович не раз был в гостях у городской центральной библиотеки. На своих творческих встречах он знакомил формановцев со своей биографией, рассказывал о своем творчестве, о своих краеведческих поисках и находках. И, конечно же, безвозмездно дарил свои книги всем тем, кто желал прикоснуться к истории своего края. Абонемент городской библиотеки тоже пополнился новыми изданиями. Сегодня я познакомлю вас с некоторыми из них. Скандинавская ходьба – относительно молодой вид любительского спорта, который с невероятной скоростью набирает популярность по всему миру. Его плюсы очевидны. Он помогает при осилхондрозе, сколиозе, вегетососудистой дистайнии, болезни Паркинсона, неврозах, пессоннице, избыточном висе и многом другом. При этом подходит людям абсолютно любого возраста – пола и уровня подготовки. Как правильно выбрать палки? С чего начинать тренировки? Какие упражнения применять при наличии тех или иных заболеваний? А подробные иллюстрации, которые вы увидите в книге и упражнения помогут вам сделать ходьбу с палками любимым ежедневным занятием, приносящим пользу и улучшающим ваше самочувствие. На эти и сотни другие вопросы ответит вам книга ведущего натуролога России Геннадия Кибардина «Скандинавская ходьба». С детства нам внушали – закаливание – лучший способ борьбы с простудой. И это действительно эффективный метод. Но как правильно его использовать? В новой книге «Как укрепить иммунитет в домашних условиях» вам расскажет доктор с 30-летним стажем Дмитрий Макунин. Он подробно останавливается на различных видах инфекций – обычных РВИ, вирусе герпеса, этновирусах и, конечно, коронавирусе – и дает важные советы о способах профилактики и защиты их в домашних условиях. В эпоху пандемии первоочередное значение приобретает сильный иммунитет. С помощью этой книги вы научитесь верно выбирать и применять защитные маски. Сумеете обезопасить себя в случае, если в доме кто-то заболел, и усилить защитные функции организма с помощью питания, ароматерапии и дыхательной гимнастики. Книга Николая Данникова «Целебный Иван-Чай». Первые упоминания о традиционном Иван-Чае как богатырском напитке встречаются в новгородских летописях XIII века. Сегодня Иван-Чай применяют при борьбе с онкологическими заболеваниями. Он также благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и всего организма. Оказывает успокаивающее воздействие при неврозах, бессоннице и головной боли. Книга обладает антиоксидантными свойствами и очищает организм. Пейте наше русское чудо и будьте здоровы. В книге рассказывается о целебных свойствах Иван-Чая. Читатель узнает, как с максимальной пользой и без нежелательных последствий готовить и применять отвары и настои из этого растения для лечения и профилактики различных заболеваний. Автор книги Николай Данников, известный врач-фитотерапевт, автор многочисленных популярных книг по народной медицине. Известный телеведущий Игорь Прокопенко. В своей новой книге приоткрывает завесу таинственности, которые окутаны подразделения специального назначения вооруженных сил разных стран мира. Тот самый спецназ, о фантастических возможностях которого ходит столько легенд. В этой книге разрушаются мифы и стереотипы, связанные с засекреченными способами ведения войны. И рассматривается история спецназа, начиная с древнейших времен античности и до наших дней. Включая спецоперации в Чечне, Беслане и Сирии. Многие истории, приведенные в этой книге, удивят вас и даже шокируют. Эта информация позволит понять, каким образом люди превращаются в существ, обладающих невероятными возможностями. Произведение относится к жанру документальная литература. Она была опубликована в 2017 году издательством «Эксмо». Книга входит в серию «Военные тайны» с Игорем Прокопенком. Перед вами новейший самоучитель по работе на ноутбуке от Виталия Леонтьева, автора более ста компьютерных книг, проданных тиражом более 5 миллионов экземпляров. В этой книге вы найдете самую полную информацию о том, как выбрать ноутбук, как выполнить на нем основные действия, такие как работа с папками и файлами, удаление, настройка и многое другое. Словом, все то, что нужно, чтобы стать уверенным пользователем компьютера. А кроме того, автор понятно и нескучно расскажет о том, как выходить в интернет, слушать на ноутбуке музыку, смотреть видео, читать книги, совершать онлайн-покупки и даже общаться с друзьями. Произведение было опубликовано в 2018 году издательством «Эксмо». Книга входит в серию «Компьютерные книги» Виталия Леонтьева. И на сегодня, уважаемые читатели, все. Приглашаем вас в городскую центральную библиотеку имени Дмитрия Андреевича Фурманова за новыми интересными новинками для хорошего настроения и интеллектуального развития. Найдите время для чтения, читайте с удовольствием, и мы вам в этом поможем.